Доброе утро, Бокертов! Этот урок предназначен для изучающих иврит на среднем и продвинутом уровне. На среднем этапе обучения, когда мы учим прошедшее время, мы уже обратили внимание, что иврит, как правило, не различает глаголы совершенного и несовершенного вида. И сейчас на экране появляется ссылка в одном из примеров. Я рассказывал о случае, где трудно было понять перевод предложения «человек тонул» или «утонул», потому что используется один и тот же глагол. И каждый раз мы будем сталкиваться с этими трудностями. Нет какого-то универсального средства, но важно понять принцип. То есть для того, чтобы передать значение совершенного вида, мы должны либо использовать другой глагол, либо какие-то дополнительные слова, глаголы существительные, чтобы нас поняли. Это общий смысл. Сегодня я отвечу на вопрос, как сказать на иврите «я учил иврит» и «я выучил иврит». Но объяснение этого, ответ на этот вопрос, я начну с другого примера. То есть я хочу перевести на иврит предложение «я сделал работу в саду». Например, я говорю «осети авуда баган». Или если мы говорим о конкретной работе «осети» – это авуда баган. Я сделал эту работу в саду. Но справедливо мне скажут «осети» – это «я делал», а не «я сделал». То есть можно понять по-разному. И действительно слово «осети» воспринимается как «делал». То есть если я скажу «осети авуда баган», многие меня поймут, как я делал работу в саду. Как же мне объяснить, как мне подчеркнуть, что именно я закончил делать работу в саду, я ее сделал. Я, например, могу использовать глагол «лесоем». «Лесоем» – закончить. «Сиямти ласот» – это авуда баган. Я закончил делать работу в саду. Или, например, я скажу «сиямти» – это авуда баган. Я закончил работу в саду. Без слова «осети». По-другому просто я построил предложение. Или, например, «осети» – это авуда баган, адасов. Я сделал работу в саду до конца. Это, на мой взгляд, не самый красивый вариант, но он правильный. И теперь переходим к слову «ламадити». «Ламадити» я учил и я выучил теоретически по контексту. Например, я скажу «ламадити иврит». И вот такое предложение, скорее всего, воспримется, как «я учил иврит». Не выучил, а «я учил иврит». Даже если мы сделаем какое-то уточнение «ламадити иврит бе университа», например, «я учил иврит в университете», «ламадити иврит ба курс», «я учил иврит на курсе каком-то», все равно это воспринимается как «я учил, а не выучил». Я, например, попытаюсь использовать уже сегодня слово, ранее упомянутое, «сиямти». И, например, я скажу «сиямти лильмод иврит». «Я закончил изучать иврит». Но мы с вами понимаем, что «закончил изучать» – это не значит, что выучил. Правильно? Мы можем пойти на какой-то курс, прочитать какую-то литературу. То есть мы закончили с каким-то процессом конкретным, но это не значит, что мы выучили иврит. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы все с этим сталкиваемся. То есть если я скажу «сиямти лильмод иврит», это можно перевести как «я прекратил изучать иврит». Неважно по каким причинам, но не обязательно, потому что я уже выучил иврит. Как же нам из этой ситуации выйти? Мы просто привыкнем к тому, что иногда мы будем строить предложение по-другому. Мы будем использовать принципиально другой глагол. То есть, если я выучил иврит, значит, я знаю иврит. Я скажу на иврите «они йодэа иврит». И, например, при необходимости я могу добавить «они йодэа иврит тов», например. Или «они йодэа иврит локульках тов». Не настолько хорошо. Я могу сказать «они йодэа иврит берама това», например. «Я знаю иврит на хорошем уровне». То есть, я просто использовал еще раз другой глагол и перешел как бы к смыслу. Неважно там, как я учил, где я учил или что я учил. В данном случае иврит. Я скажу, что я знаю иврит. И по необходимости еще добавлю, на каком уровне я нахожусь. Или, например, с использованием другого глагола «шолет». «Шолет» – это «владею». То есть, можно сказать «они шолет бе иврит». «Я владею ивритом». «они шолет бе иврит». И опять могу добавить, например, «бе рама това». «Я владею ивритом на хорошем уровне». Естественно, что в языке высокого стиля мы можем подобрать и еще какие-то обороты. Но я думаю, что это как бы для тех уже, кто совершенствует свой иврит. А не для тех, кто хочет понять принцип. То есть, еще раз. Для каждого глагола, где мы столкнемся с этой проблемой, мы должны будем подобрать либо альтернативный глагол, либо какое-то вспомогательное слово. И тогда мы эту проблему с совершенными и несовершенным видом легко решаем. Я надеюсь, что это было не сложно, полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.